МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В целом, заключительная рабочая неделя ушедшего года выдалась в Нижней Палате парламента весьма насыщенной. На повестке и конституционная реформа, и назначение, и январские события. Но обо всем по порядку. Это программа Межилис Лай в студии Анны Шолгина. Здравствуйте. Перед парламентариями на этой неделе отчитывался министр сельского хозяйства. Ербол Карашукеев рассказывал о том, как ведомство возвращает к государству земли, которые использовались неэффективно. Но одного депутата доклад главы Минсельхоза не удовлетворил. Берег Дюсимбинов усомнился в красивом отчете и подчеркнул, каких бы успехов не добилось правительство, все это меркнет на фоне того, что вслух не произносятся имена настоящих владельцев земель. За полемикой между министром и Нижней палатой парламента следили мои коллеги. Штраф за незаконную выдачу сельхозземель ведут в Казахстане. Соответствующий законопроект в первом чтении одобрили депутаты Межилиса. Причем ответственность нести будут именно должностные лица местных исполнительных органов, пояснил глава Минсельхоза, представляя документ на пленарном заседании в Нижней палате парламента. На обсуждение межилисмены вынесли и вопрос возврата земель. Государство в прошлом году вернуло себе больше 5 миллионов гектаров. В этом году мы планируем вернуть еще столько же. Сейчас идет активная работа в этом направлении. Однако депутаты уличили Ербола Карашукеева в попытке ввести их в заблуждение по очень чувствительной для народа теме. Аграрий и фермеры, по мнению межилисмена, все еще страдают от нехватки пастбич и сельхозугодий. А самые лучшие земли по-прежнему находятся в руках влиятельных людей. Буквально несколько дней назад я был в Павлодарской области. Все лето там людям негде было пасти скот. Они просят помощи. Я спрашиваю, чья это земля? Отвечают Булата Бакаова. Это чья земля? Тоже Бакаова. И так не только в Павлодарской области, а по всей стране. Пустой земли много. Но если мы начнем искать хозяев, то ими окажутся бывшие акимы. Например, в пригороде Астаны земли принадлежат у Мирзаку Шукееву, восточно-казахстанской области Даниалу Ахметову. И это далеко не весь список. Министр сельского хозяйства признал, что основная часть уже изъятых земель действительно принадлежала одним и тем же людям. Более того, глава Минсельхоза добавил, что сейчас возглавляемое им ведомство вместе с Министерством цифровизации готовит интерактивную карту, где можно будет видеть, какие именно участки возвращены в госсобственность и кто ими владел прежде. Сегодня же назвать таких пофамильно министр так и не смог. Там не 10 человек, там идет тысяча людей, множество предприятий, у которых вернули эти земли. Вы сами представляете, более 5 миллионов гектаров – это немаленький объем земли. Я сейчас не готов назвать их, потому что на руках нет этого списка. Дайте запрос, мы вам дадим полностью информацию. Ербол Карашукеев уточнил. Возвращаются только те земли, которые приобретены незаконным путем. Остальные в планах вернуть через суд, но на это потребуется время, заключил глава Минсельхоза. Вероника Боярова, Али Шарнакипов, специально для Можилис Лайф. Депутаты Можилиса приняли в работу документ об утрате закона о первом президенте. Его разработали для реализации изменений в Конституцию по итогам республиканского референдума. Он предусматривает исключение пункта 4 статьи 46 основного закона. Там речь идет о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и Конституционным законам. Это Конституционный закон, а Конституционные законы рассматриваются теперь на совместном заседании Палак Парламента. Поэтому в январе будет создано совместное заседание Палак Парламента и там будет рассмотрено данный вопрос. Если закон будет поставлен на утрату, тогда полностью весь иммунитет, который предусмотрен в данном законе, оно будет поставлен на утрату. Оно не будет действовать уже. Однако утрата закона не лишит Нурсултана Назарбаева неприкосновенности. Она по-прежнему гарантирована Конституцией. При этом статус утратят члены семьи первого президента, проживающие вместе с ним. Они до этого тоже обладали неприкосновенностью от уголовного преследования. Можилис на неделе вслед за Сенатом воспользовался своей квотой в Конституционный суд. В минувшую пятницу в Нижней Палате Парламента выдвинули кандидатуры на должность судей нового ведомства. Все трое – опытные специалисты в Фемиде. Канат Мусин теперь уже по решению президента – экс-министр юстиции. В разные годы занимал должности в органах правовой защиты. Был депутатом-можилисом. Второй кандидат – Еркен Онгарбаев, известный ученый, доктор юридических наук, в настоящее время проректор Евразийского национального университета. Также на должность суди Конституционного суда предложили Сергея Ударцева, тоже ученый, занимавший в разное время руководящие посты в образовании. Напомню, ранее Эльвира Азимова указом президента была назначена председателем Конституционного суда. Добавлю, что всего в составе нового органа будет 11 судей, включая председателя и заместителя. Срок полномочий – 6 лет. Один и тот же служитель Фемиды не сможет назначаться больше двух раз. Резюмируя пленарное заседание, спикер-можилиса Ерлан Кошанов также подвел главные итоги года. Принят ряд законов, имеющих большую социальную значимость, в числе которых законы по защите прав ребенка, улучшению качества жизни лиц с инвалидностью, противодействию финансовым пирамидам, амнистии и другие. В целом, в работе можилиса в текущем году находилось 154 проектов законов, рассмотрены и направлены в Сенат 93 законопроекта, 75 из них подписаны главой нашего государства. Каждый законопроект можилисмены разбирали буквально по крупицам. Многие из них уже подписаны главой государства и вступили в свою законную силу. Об итогах законотворческой работы Нижней палаты парламента в 2022 году с депутатом и по совместительству председателем комитета по экономическим реформам и региональному развитию Альбертом Рау поговорил мой коллега. Алишер Накипов. Далее наша постоянная рубрика интервью. Альберт Павлович, здравствуйте. Подводя итоги года, какие наиболее ключевые законопроекты, законы вы можете назвать? В частности, инициированные вашим комитетом, комитетом по экономической работе и региональному развитию. Каждый закон важен, но все-таки я бы сказал, что непосредственно одним из основных законов является закон о бюджете. После Кантара президент внес в парламент закон по бюджету, как раз направлен на решение целого ряда острых проблем. И эти многие проблемы проходили как раз через наш комитет. Вообще, конечно, если брать в целом, то бюджет 2023 года, он, конечно, как традиционно для нас, он бюджет социальный. То есть это все-таки врачам на 30% давали зарплату, учителям на 25% другим социальным, вернее, бюджетникам. Но надо развиваться. Поэтому мы в этом году существенно, это вот то, что я говорю, что идет через наш комитет. Это развитие реального сектора экономики, это дороги, это вода, это развитие регионов и, собственно, развитие малого бизнеса. Все это вот комплекс вопросов. Поэтому, конечно, основной закон всегда это о бюджете идет речь. Поэтому в этом году по поручению президента был образован фонд развития промышленности, куда на сегодняшний день примерно 400 миллиардов направлено для того, чтобы развивать именно обрабатывающую промышленность. Мы добились, мы дополнительно выделили 26 миллиардов на реализацию проектов по воде в селах. Вот, когда мы рассматривали уже бюджет 2023 года, мы еще добавили 10 миллиардов, это примерно 37 аулов. Вы инициировали поправки к закону по вопросам ЖКХ. На прошлой неделе его как раз таки одобрили в Можилисе. Как долго шла работа по законопроекту? Какие важные моменты удалось внести? Третий год в стране идет реформа. Идет, конечно, очень сложно. Но она направлена на то, чтобы все-таки мы стали все собственниками своего жилья, имея в виду много квартирного жилого дома. Это так называемое объединение собственников имущества или простые товариства, когда у каждого дома должны быть два счета. Один основной, с которым мы рассчитываемся каждый месяц, и второй накопительный, где мы накапливаем постепенно какие-то суммы, которые затем тратим на капитальные ремонты своих домов. Мы приняли там порядка почти 90 поправок к этому закону. Именно направлено на поддержание тех людей, которые сорганизовались, которые сегодня уже почувствовали себя хозяином своих домов, просто чтобы, что называется, процедуру облегчить. В середине октября в ходе правительственного часа вы сказали, что только половина республиканских дорог в Казахстане в нормальном состоянии. Хотя правительство заявляет о 90%. А по какой причине произошло такое расхождение в цифрах? Что вы тогда предлагали? Если брать все дороги за 100%, то одна треть дорог – это республиканская дорога, а две трети – это местные, в которые относятся и областные, и районные дороги. Мы все-таки внесли такое знать, что давайте так, если асфальта нет где-то в районной дороге, давайте вообще будем считать это за ноль. Вот здесь как раз у нас расхождение. Если они считают, что там хороший грейдер, его можно посчитать, что он там ровный и твердый, то мы считаем, что это он никакой. Надо отдать должное, что все-таки, вы, наверное, сами видите, все-таки вот эти наши коридоры, сейчас вот на Балхаше закончим, имеется вот этот коридор Алматы-Караганда, значит, Астана, значит, Западная Европа. То есть у нас, в принципе, основная часть республиканских дорогов действительно уже приближается к этому плану 90%, да, и осталось совсем немного. А вот областные и районные, конечно, еще есть над чем работать. И здесь, конечно, мы очень серьезно поставили вопрос, что обеспечивать контроль за качеством. Потому что мы резко увеличили за последние годы финансирование. Ну, примерно, если так прикинуть, у нас где-то в год примерно 50 на 50, да, уходит, сколько мы идем на республиканские дороги, сколько на местные. Но если в республиканских дорогах практически обеспечен 100% независимый контроль за качеством, на республиканские дороги, то на местные, в целом, в некоторых областях вообще не заключая договоры с этой независимой лабораторией, соответственно, там очень большие вопросы. И поэтому эти вопросы задают нам и наши избиратели, наши граждане, что они видят, государство такие деньги выделяет, я еще раз повторяю, где-то примерно более 300 миллиардов в год на республиканские, более 300 миллиардов мы отдаем областям на их, значит, дороги, да. И, конечно, люди правильно ставят вопросы, наши сограждане, что там надо обеспечить контроль за качеством. Вот и все. И это будет обеспечено. В Казахстане образовались три новые области. Каждому региону приковано большое внимание. Как каждую область планируется экономически развивать? Мы выезжали, допустим, в область Абай. Сам город Семей, он очень непростой, там действительно надо ТЭЦ строить. В то же время надо думать и о экономическом развитии. Конечно, поэтому по итогам выезда в Семей мы при принятии республиканского бюджета учли наиболее острые вопросы. Вот я лично занимался, да, и мы эти все проекты рассматривали. Там дополнительно по воде на шесть сел дополнительно еще выделили, да. Там на коммунальную сферу выделили и так далее. Если брать Алматинскую область, то принят закон агломерации. Тут не секрет, вы представляете, наверное, да, что есть Алмата, а есть Алматинская область. И вот эта граница между Алматой и областью, ее там, там ее трудно определить, потому что одно перетекает в другое. И поэтому мы приняли закон агломерации, чтобы вот этими селами при Алмате, но которые относятся к Алматинской области, чтобы это был предмет заботы двух акимов. И города Алматы, и Алматинской области, понимаете. Вот поэтому по Алматинской области как раз вот такое вот решение. Что касается, по Семею я уже сказал, что касается по Жасказгану, там тоже вопросы решаются. Кстати говоря, в бюджетном отношении область Улы-Тау, она достаточно, скажем так, самодостаточна. У нее процент самообесечения больше, чем у многих других. Но есть и острые вопросы, это прежде всего вопрос водосомжения. Поэтому, конечно, эти области нуждаются сейчас в особом отношении. И в завершение, каких инициатив можно будет ожидать в новом году? Наверняка уже звучали какие-то предложения. Ну, вы знаете, будем прямо говорить, тут все-таки период, что называется, следующий год, он же электоральный, да? Вот, поэтому я просто, знаете, ну, хочу прямо сказать. Вот два года назад мы избрались по партийным спискам, в частности, я партия Монат, да? У нас есть программа пятилетняя. У нас есть программа пятилетняя. Поэтому важно, чтобы электоральный период следующего года не остановил поступательное развитие, а наоборот дал ему новый импульс. Альберт Павлович, спасибо вам за интервью. Кто организовал январские события и каких результатов добилось следствие? В парламенте потребовали от правоохранительных органов раскрыть все, что уже известно о том, кто именно стоял за организацией массовых беспорядков. С момента их окончания прошел уже почти год, но ответов на эти вопросы до сих пор нет. По словам депутата Едила Жан-Быршина, провокаторы были профессионально обучены. Откуда они взялись и кто их направлял? Силовики должны рассказать об этом в ближайшее время, заявил Мажелесмен. Свой запрос народный избранник адресовал генеральному прокурору Казахстана Берику Асылову. Нужно полное понимание произошедшего. Сейчас в обществе распространяются разные слухи, что дает ложные представления и способствует распространению фейков. Учитывая важность вопроса, соответствующие силовые структуры и госорганы должны прийти на пленарное заседание Мажелеса в начале года и открыто ответить на вышеуказанные и другие вопросы. Это требования народа. Кроме того, Мажелесмены одобрили и направили в Сенат законопроект о ратификации соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм возных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств-членов ЕАЭС. Депутаты согласились с поправками Сената к законопроектам об изменениях и дополнениях в некоторые конституционные законы и по вопросам реализации отдельных поручений главы государства. Такой выдалась неделя в Нижней Палате Парламента. Напомню, с вами была программа Мажелеслайф. До встречи.